Глава региона отметил, что в Белийском районе немало болевых точек. Это транспортные и дорожные проблемы, вопросы газификации населенных пунктов, увеличения бюджета. Кроме того, нужно обратить пристальное внимание на решения социальных проблем, таких как строительство детсадов, благоустройство школ. В этом году нужно также приложить максимум усилий, чтобы закончить затянувшийся ремонт ЦРБ. Дел, конечно, очень много. Много и проблем, много и вопросов, много и субъективных факторов, которые мешали развитию района. И я уже говорил о том, что нужно подобрать и команду, повысить ответственность районной и сельскохозяйственной, безусловно. И неплохая переработка, перерабатывающая промышленность, традиционно она развита всегда была в районе и так далее. Поэтому есть на кого опираться, есть хороший актив, есть люди, любящие свою землю, хорошее предпринимательство, которые, в общем-то, неравнодушны к своей земле, к своему району и так далее. Активность глав поселения тоже очень нужна нам. И все это, конечно, должно быть нацелено на развитие района, на его влечение доходной части бюджета, на рост заработных плат и так далее. И, конечно, люди должны в ближайшее время почувствовать, что пришел хозяин, пришел настоящий руководитель, которому можно доверять и с которым по пути. За месяц я уже объехал, можно сказать, заглянул каждый уголок района. Это очень правильно. Вижу много проблем, которые можно решать совместно. Объехал школы, ну, понятно, везде свои проблемы. Одна из таких, из двух проблем, самых важных, это замена электропроводки в школах и кровли. Потому что, понятно, школы все построены, некоторые по 45 лет. Но, я думаю, эти проблемы все равно будем решать постепенно. Что касается по детским садам, у нас центр СОЯ. Пообещали нам по улице 8 марта, это новый микрорайон жилой, где сейчас развивается в Белийской. 120 мест построить детский сад. Отлично. Плюс мы планируем сделать пристройку у нас в 14 саду на 80 мест. И тем самым у нас 200 мест будет уже для детей. На встрече губернатор поставил перед Виктором Краснорусским ряд задач по социально-экономическому развитию муниципалитета, среди которых и благоустройство районного центра станицы Тбилисской. В ближайшее время там нужно отремонтировать дом культуры, навести порядок в парках и скверах, поменять бордюры и полностью озеленить станицу. Как отметил глава региона, все должно быть сделано не только аккуратно и чисто, но и на совесть. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ